Большое спасибо, Сергей. Большое спасибо, Леонид. Большое спасибо за приглашение. Татьяна, очень приятно работать с вами сегодня, господа послы, господа участники и госпожи тоже, конечно. Бразилия – очень важное направление для устойчивого туризма, для природного туризма. Большинство зарубежных гостей хотят познакомиться с экосистемами, с природными ландшафтами. И помимо пляжей, конечно, это Амазония, исторические города нашей страны. И необходимо подчеркнуть также стыковку с бизнес-туризмом и прочими формами гастротуризма. Устойчивый туризм – это направление важнейшее в сфере туризма. И важным является удовлетворение социально-экономических потребностей сообществ в развитии местной гастрономии, местной кухни, уважение культурных обычаев, комплексного развития природных экосистем и сохранение нашего наследия для будущих поколений. Развитие устойчивого туризма – это один из наших приоритетов. Это сектор, важный для экономики, для развития и защиты природы. Поэтому правительство Бразилии приняло часть международных и внутренних мер для развития устойчивого туризма. Пример. Хочу отметить, что Министерство туризма в Бразилии создало карту ответственного туризма, где отмечены все направления, все точки туризма, где развивается устойчивый туризм. Эти практики – развитие местных сообществ через туризм и создание дополнительных источников дохода для них. Например, Бразилия провела первый международный семинар по устойчивому туризму в Рио-де-Жанейро. Открыт первый офис по устойчивому туризму на латиноамериканском континенте и в Карибском бассейне. Этот офис будет работать над устойчивым развитием всего региона. КОП-28, проведенный в Дубае, принимал очень важный бразильский павильон, посвященный ответственному туризму. Мы считаем, что председательство Бразилии в группе 20, в большой проводится в Бразильской Амазонии, в городе Беленье, привлечет также зарубежных туристов, включая российских, в нашу страну. Кроме того, будут предложены возможности использовать в международных круизах и в развитии устойчивого туризма с участием российских туристов. В заключении хочу упомянуть о важной теме, поднятой послом Уругвая. Туризма без авиасообщений нет, это понятно. И не только речь о России, и даже в Латинской Америке, в Южной Америке мы должны говорить о транспортном сообщении, потому что для тех туристов, которые приезжают на долгие периоды из Европы, то, что мы приветствуем, тем, чтобы посетить не только Бразилию, например, а из Бразилии, Колумбии, Перу. У нас авиасообщение и транспортное сообщение между нашими странами недостаточное для развития такого туризма. Мы российским туристам могли бы предложить, скажем, не только посещение Кубы, Венесуэлы или Доминиканской республики, но и заехать также в Бразилию, Боготу, Парагвай, Уругвай и так далее. Мы должны работать совместно над подобными сетями транспортными. Это очень важно. Еще раз огромное спасибо за приглашение, за возможность выступить. Спасибо.